Господин Садово, вы очень много говорите о здравом смысле. В вашем избирательном списке есть тамбат Семенченко. Человек, который, невзирая на все донесения разведки, которые состоялись на совещании в кабинете Корбана, господина Корбана, это замглавы обл. администрации, и зная о том, что Иловайск забетонирован, а что у добровольческих батальонов, в том числе и у его батальона, есть только легкое стрелковое вооружение, пойти в Иловайск, пойти в ловушку, обречь на разгром, в принципе, лучших людей этой страны. И вы при этом говорите, что ваша партия представляет собой здравый смысл. А когда мы говорим об олигарках, ну достаточно... Дякую за ваши запытания. Простите, если это совещание вел даже не военный, а господин Корбан, который является, как мы сами понимаем, представителем человека, который путешествует по Сардинии на Ярд, АК начинается и на Е заканчивается. На Е заканчивается. Ну, понятно, но... Курмин Менченко получал и знал о данных, которые ему предоставила разведка, военная разведка, о том, что в течение четырех месяцев Иловайск заливали бетоном, четыре месяца. Завод работал на полную мощность для того, чтобы выстраивать укрепрайон. А у добровольческих батальонов, кроме стрелкового оружия, ничего не было. Он знал об этом и повел свой батальон. У меня к вам вопрос. Вы видели, как там что заливали? Вот я там был. Вы там были? Есть данные разведки. Есть данные разведки, которые были озвучены. В течение двух недель я проводил, планировал и проводил там боевые операции. Любые боевые операции, которые мы планировали, они достигали успеха. Да, конечно, если бы мы получили более поддержку со стороны Национальной гвардии, Збройных сил Украины, мы бы полностью очистили и продолжали, отвлекусь немного. Мы туда вошли согласно плана, совместно с вооруженными силами Украины, Зачистить и ловаясь, обеспечить там нормальную жизнь, восстановить украинскую власть, Дальше продвигаться на север, с северо-восток, в сторону Харциска, И в конечном итоге совместно с теми войсками, которые двигались нам с севера навстречу, Замкнуть кольцо вокруг Донецка. Ну, ответ понятен. Давайте к разговору привлечем Андрея Филоненко. Я просто хочу, как бы, некоторую черту подвести. В конце концов, давайте просто не хотелось бы углубляться в конкретную историю про Иловайска, потому что, в конце концов, работает временная следственная комиссия, о которой мы еще, наверное, вспомним сегодня. Но вы совершенно правы. У нас есть еще командир батальона «Шахтерская». Филоненко Андрею, который командир батальона «Шахтерская». Добрый вечер. Да, послушаем вас. Спасибо. Да, военные утверждали, что там никого нет, что там 50 человек максимум. И военные посылали батальоны в Иловайск. То есть я тут, в этом плане я коллегу поддерживаю, но то, что они пренебрегли разведданными, справками, это факт. А посылали, да, военные. Они говорили, там, 50-30 человек максимум, идите вперед. На совещании это говорилось. То есть, по итогу, кто же все-таки виноват в событиях в Иловайской? Я не прокурор, не судья. Я думаю, что комиссия... Но вы из фронта вернулись. Вы знаете больше, чем я. Я считаю, что виноваты военные и те, кто планировал эту операцию. Те, кто дал ей старт. А вот что за история, извините, с расформированием батальона «Шахтерская»? Я сегодня из прессы, из фейсбука узнал об этом. И как-то странно совпало команда расформировать батальон с моими показаниями в понедельник на комиссии, на парламентской комиссии. А что были... А какие показания вы дали, если вы можете? Меня спросили о том, как планировалась операция, с чего все началось. Я сказал, что мы встречались в кабинете у Корбана. Это заместитель Коломойского. Коломойского. И там это все начиналось. Сначала совещание вел он, а потом уже присоединился Хамчак, и Хамчак уже дальше его заканчивал. Причем заметьте, что совещание вел абсолютно гражданский человек. Секунду, 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 Марк. Я прошу вас. Я хочу понять, а в чем его была роль в 10 дней? Почему? Это так, он действительно был главным на этом совещании? Господин Корбан. И не спросили ли вы у него, почему он ведет это совещание тогда? Да. Ну, я не стою, я не могу спрашивать у него в кабинете, почему он ведет совещание. Потому что это его частные армии были. Потому что это частные армии. Да, у нас все идет тому, что те батареоны, которые зарегистрированы, там они не имеют права поднять голос и ничего не сказать. Потому что они содержат, они дают кашу, и за эту кашу ты должен делать то, что ты говоришь. Вот интересно, у нас за кашу, за кашу мы готовы платить кровью. Своей собственной кровью и кровью своих подчиненных. Спасибо.